В течение двух месяцев Ивановцы томились ожиданием, кто же станет самой талантливой студенткой этого года. И в минувший четверг интрига разрешилась. На сцене музыкального театра состоялось финальное шоу конкурса «Краса студенчества-2015». Такое мероприятие прошло в нашем городе впервые. Он готовился в течение двух месяцев. Идея создания появилась после посещения «Красы студенчества России». Этапы проходили самые разные. Мисс Стиль, мисс Фитнес, мисс Интеллект и так далее. Каждый вуз был представлен одной, а то и несколькими студентками. Все рекорды побили Ивановский государственный университет и пожарно-спасательная академия. От этих вузов было по четыре претендентки на корону. При выборе победительницы жюри руководствовалось не только внешними данными, но и творческими способностями конкурсанток. Зритель тоже ждал большего, чем просто яркая внешность. Помимо красоты, конечно, она должна обладать душевными качествами. И она должна быть, наверное, очень активным по жизни человеком, активным, позитивным. И участвовать в жизни своего вуза. И при этом хорошо учиться, я думаю, только так. Ивановские студентки действительно являются отличным примером сочетания внешней привлекательности и творческого потенциала. Кто-то танцевал, кто-то рисовал, кто-то поражал зрителей и жюри пластикой тела. Не обошлось и без вокальных номеров. В конкурсе принимала участие Алина Славна, и ивановская певица, которая выступала на большой сцене в шоу «Новая звезда». Однако, несмотря на свои впечатляющие вокальные данные, в пятерку девушка войти не смогла. Бурные аплодисменты вызвало выступление Татьяны Деминой, студентки Химико-технологического университета. Она завоевала зрительские сердца своим необычным стендапом. А еще у меня там линия тоничная, поэтому я в руки краснею. Весь аплодисменты никому не имею. Забыть, что ли, совсем? Корона лучшей студентки города досталась Валерии Кашенцевой из Ивановского государственного университета. Девушка очаровала жюри своей притягательной внешностью и проникновенной игрой на рояле. Даже в жизни, либо цепляет, либо не цепляет человек. Вот ты смотришь на человека, как бы он красиво не пел, как бы он красиво не двигался по подиуму, ты все равно смотришь, ну не мисс это, ну совсем, ну не может она выиграть. А вот выходит девушка, и, ну это что-то неземное, должно произойти, что-то такое, бам, и вот она, звезда. Второй вице-мисс стала Мария Плишина из Медицинской академии. Титул первой вице-мисс достался Екатерине Жидик, а презрительских симпатий – Дарье Вихаревой. Обе девушки являются студентками Ивановской пожарно-спасательной академии. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ, Иваново.